МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, остановил вас немного сектор Блиц, господа. Ну, это сектор сложный, тяжело одному игроку отвечать на вопросы. Но 4-4 счет. Боевой, рабочий. Господин Томашевский, впрочем, выглядит чуть менее довольным, чем господин Непомнящий. Это, наверное, вполне объяснимо. Ну что ж. Согласен господину ведущему. Напомню нашим уважаемым зрителям, что сегодня в конце игры мы также расскажем о том, какие три команды еще примут участие в нашей осенней серии, а также как будет у нас номинирована четвертая команда, которая сыграет в завершающей шестой отборочной игре. Вологда. Вологда у нас на столе. Против вас, в секторе Вологда, играет Игорь Алексеев. Ну, Игорь Алексеев, вы, наверное, знаете, уважаемые знатоки. Итак, вопрос. Можно сказать, что в 1997 году эта группа из пешки превратилась в темную лошадку, а в середине 2010-х снова стала пешкой? Внимание, вопрос. О чем идет речь? Би-2. Ну, почему лошадка? Там же у них был какой-то распад, нет? Не уверена, но может быть. А почему пешка, да, почему ставили снова пешка? Может быть, с названием что-то поменяли название? Би-2, это пешка располагается на поле Би-2. Понятно, почему они снова стали пешкой? Вернулись к Би-2? Какие есть еще? Хорошо, да. Что? То есть А-2, Б-2, С-2, Д-2 и так далее, да, Ж-2? Или то же самое с С-7? Не то. Плюс-то, нет, не то? Да, не то, да. Превратилась в лошадку? Б-2, Б-1? Может быть, в солисты то, что Б-1, это как 1 стало, а потом снова 2? Да, или, может быть, да, там кто-то умер или переворачивался? А по количеству человек в группе, может быть, что-то изменилось? Темная лошадка, это как-то... Как было двое, так и осталось. Ну, темная лошадка перенос, в смысле, если так. Ну, темная лошадка, да, обычно это другое. Ну, типа, если про поле подумать просто, черт. Ну, Б-8 или К-8, тогда, да. Да, темная лошадка, темная лошадка, темная Б-8 или Ж-8. Время истекло, госпожа Фоминых. Кто будет отвечать? Ну, я думаю, что версия с лошадкой, ее нужно как-то оформить. Пусть господин Волков тогда попробует свою же версию докрутить. Господин Волков. Тяжело, получается, докручивать версию. Нужно что-то отвечать. Но все-таки, да, предположим, что это группа Би-2. А про темную лошадку я не могу ничего сказать. Возможно, был сингл какой-то, песня. Вы спрашивали группу, группа Би-2. Группа. Ваш ответ понятен, господин Волков. Теперь, внимание, правильный ответ. Пожалуйста, выключите микрофон, у кого там немножечко понятно. Ну, темную лошадку, господин Волков. Вам же госпожа Фоминых сказала, темная лошадка – это у нас какое поле? В-8 или Ж-8. В-8 или Ж-8. Совершенно верно. А почему же вы не обсудили эти два поля? Еще и какая-то группа. Да, Джи-7, да. Игорь Алексеев, господа. Я же не случайно напомнил вам, что вы знаете, только Игорь Алексеев. В 1997 году Россия присоединилась к группе Джи-7, которая расшифровывается как группа of seven. И затем эта группа стала называться Джи-8, поле, на котором стоит темная черный конь в начале партии. Ну, а в 2014 году, изо всех известных событий, восьмерка снова стала семеркой и снова стала Джи-7. 4-5, или вернее 5-4 в пользу команды зрителей. Очень близка была команда к правильному ответу, но это может оказаться решающим моментом сегодняшней игры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова